Путилово Бабочкин, сыгравший Чапаева, Варвара Мясникова, которой доверили роль Анки, стали своими для окрестных жителей и для солдат Калининского гарнизона, где части Чапаева шлифовали свое мастерство. Именно здесь Варвара Мясникова училась стрелять из пулемета. Учить я в пулемету! И, по словам командира части, превзошла в этом многих солдат. Надо сказать, что среди молодых актеров, принявших участие в этом фильме, был и наш земляк, будущий народный артист Советского Союза Георгий Жжонов. Один из первых своих фильмов мы снимали здесь в Твери, Чапаев. И жили даже где-то здесь был в центре такой штаб армии. И вот в этих штабных домах мы жили. Тогда не было ни гостиниц, ничего. Мы жили. А потом жили где-то километров в сорока на Волге, где снимали все натурные сцены фильма Чапаев. Многие кадры фильма Чапаев наши, тверские. Вот на этом мосту стоят Фурманов и Чапаев. Эта сцена снята в наших краях, неподалеку от деревни Путилова. Мост этот был перекинут через ручей Брендейха. Вот эти избы, сараи, деревенские пейзажи сняты в наших тверских деревнях. Ожесточенный бой, когда бойцы Чапаева отстреливаются от превосходящих сил противника. Съемки происходили в церкви, которая некогда стояла в деревне Мигалова. К сожалению, в 60-е годы ее снесли, не сохранив не только памятник архитектуры, но и памятник истории нашего кино. И, наконец, последняя сцена. Сцена гибели Чапаева. В фильме это река Урал. На самом деле это Волга в районе Рябеева. Вот эту горку называли тогда Красной, от того, что здесь был Красный песок. Сегодня ее называют Чапаевской. Именно здесь и снималась вот эта сцена, покорившая зрителей во многих странах мира. Лош, не возьмешь! 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 Продолжение следует...